Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции ведем к следующему. Мы знакомимся с точкой IG7G. Прямая ветка, буквально переводится точка. Мы используем французскую транскрипцию. Точка относится к меридиану тонкого кишечника. Меридиан тонкий кишечник по левую сторону. Итак, вы видите, как располагается данный меридиан. И мы уже знаем, что в области точки IG7GJ меридиан идет прямой ветвью. Отсюда и что? Название точки. Прямая ветка. Сегодня мы рассмотрим с вами точку GJ, точка, которая относится к системе LO. То есть, точка IG7GJ является точкой LO собственного меридиана. Мы знаем, что точка LO буквально переводится как все или весь организм. Вывод такой, если мы воздействуем на данную точку, то мы воздействуем и непосредственно на данный меридиан, и на весь организм в целом. Ну, конечно же, как всегда мы повторимся и скажем, что для того, чтобы знать в каком состоянии весь организм в целом, нужна диагностика 12 меридианов. Для того, чтобы разумно воздействовать на точку LO собственного меридиана, а мы говорим о меридиане тонкого кишечника, то здесь также необходимо знать, в каком состоянии меридиан тонкого кишечника, дабы что? Данную точку либо восполнять, давать ей энергии ЦИ, либо данную точку опорожнять, расслаблять ее. Все, конечно, здесь сводится к тому, что нужно провести диагностику 12 меридианов и знать, в каком состоянии вся система 12 меридианов и по отдельности каждого меридиана. Также мы знаем, что точка GJ является точкой и собственного меридиана тонкого кишечника, и меридиана сердца, которая относится также, здесь я вот закрыл, сердце и тонкий кишечник относятся к элементу огня. И эти два меридиана, извините, всегда взаимодополняют друг друга, и не забываем, что они взаимо угнетают друг друга. И если тонкий кишечник меридиан и сердце меридиан взаимо, взаимно друг друга начинают угнетать, то через точки LO мы можем что? Данные меридианы привести что? В норму. Единственное, конечно, нужно, опять я повторюсь и извиняюсь за повторение, потому что повторение мать учения, именно знание о диагностике 12 меридианов и диагностирование 12 меридианов показывают нам, в каком состоянии данные меридианы и как разумно воздействуют на точки LO. Так что сегодня мы познакомились с точкой IG7, как с точкой LO меридиана тонкого кишечника и связующей, скажем так, точкой с пареным меридианом сердца. И знаем, что данная точка, что выступает, здесь вот мы подчеркнем в конце нашего видео самое основное, скажем, данная точка выступает нормализацией данного меридиана, меридиана тонкой кишки. То есть практически как меридиан распространяется и простирается по органам и частям тела нашего с вами организма, то данная точка может что? И данный меридиан привести в норму. Ну, здесь уже много ума не надо, посмотрите, как простирается данный меридиан и за что он отвечает. И именно то, что он и лечит, и восстанавливает, ну, скажем так, и снабжает энергией ци. Спасибо за внимание.